МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговые новости минувших пяти дней. Я, Марина Комиссарова, и мои коллеги в ближайшие полчаса расскажем о главных темах недели. Смотрите в выпуске. Гололед на дорогах. Опасные для водителей погодные условия стали причиной множества ДТП. Сгорел памятник архитектуры. В Касимове пожаром уничтожен дом парковых, участвовавший в съемках советских фильмов. Заброшенный дом в центре Рязани. Разбираемся, почему здание долгое время оставалось в забрении. По тонкому льду. Сотрудники МЧС охраняют едва застывшие водоемы от желающих испробовать первый лед на крепкость. Новые ограничения. Губернатор региона объявил о новых мерах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе. Новогодние мероприятия отменены, а школьники переходят на дистанционку. В ночь на пятницу регион лишился еще одного памятника деревянного зодчества. В Касимове на улице Набережной сгорел дом Барковых. Красивейшая деревянная городская усадьба с белоснежным шестиколонным портиком богатой истории и восхитительным видом на оку. Дом Баркова многие называли идеалом усадебной архитектуры. Не случайно для съемок фильма «Инкогнито из Петербурга» по мотивам гоголевского ревизора Леонид Гайдай выбрал именно эту Касимовскую усадьбу. Дом увековечен в кадрах этого фильма. Основатели промышленной династии Барковы были выходцами из крестьян другой знаменитой семьи промышленников – Баташовых. Сумев получить вольную, Дмитрий Сергеевич Барков создал собственную империю в сфере железоторговли и золотопромышленности. Дом на набережной Барковы выкупили в 1818 году и перестроили его в традициях стиля ампир. В то время к зданию городской усадьбы примыкал прекрасный сад с прудами, оранжереей и липовой аллеей протяженностью около 150 метров. Они пришли в запущение и разорение к середине 20 века, а сегодня ночью сгорел и сам дом, который был памятником архитектуры федерального значения. Причина пожара пока неизвестна. В СМИ не однократно появлялись сообщения о заброшенном доме на Электрозаводской. Люди сообщали, что еще с 2015 года оконные проемы были общедоступны, а дом стал пристанищем для людей, ведущих асоциальный образ жизни. Но так ли обстоят дела на самом деле? Еще в 2014 году дожильцы дома на Электрозаводской действительно обратились к властям с просьбой расселить их из старого аварийного здания. Уже в 2015 дом попал в программу развития застроенных территорий в городе. В октябре было принято решение о развитии данной территории, в ноябре было принято решение о проведении аукциона. Аукцион был назначен на декабрь 2016 года. Заявился один участник, с которым в январе был заключен договор о развитии о своем территории. Аукцион выиграла организация ЖУ-21. Обязательства по расселению легли на нее. Надо сказать, что жильцы только одной из восьми квартир приняли предложение застройщика. Остальные были не согласны с вариантами. В процессе расселения было подготовлено постановление об изъятии для муниципальных нужд, в рамках которого застройщик выплатил деньги собственникам. И все собственники были выписаны, снялись с регуляционного учета к середине 2019 года. С нанимателем был заключен договор социального найма с единственным нанимателем в данном доме только в ноябре 2020 года. После того, как жильцов расселили, какое-то время ответственные ведомства ждали, чтобы люди забрали свои вещи, вывезли мебель. И лишь после этого в ноябре дом законсервировали, закрыли окна и двери от посторонних лиц. Вокруг здания установили ограждение. Снести дом на Электрозаводской планируют к середине декабря. Алиса Котровская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Гололед – опаснейшее время для водителей. К сожалению, несмотря на все меры, без аварий не обходится. Управлять автомобилем в таких дорожных условиях сложно, и не все справляются. Новый день непогоды влечет за собой и новые аварии. Очередное ДТП произошло в первой половине дня на не самой оживленной трассе города. В госавтоинспекции рассказали, что водитель не выбрал оптимальную скорость. Сотрудники ГИБДД дали официальный комментарий. 20 ноября примерно в 11 часов 30 минут на проезде Речняков в городе Рязань 19-летний местный житель, управляя автомобилем «Судзуки», не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего допустил занос своего автомобиля с последующим наездом на дерево. В результате данного дорожно-транспортного происшествия молодой человек с травмой был госпитализирован. Это уже не первое жертвование погоды. С того момента, как на дорогах города образовалась налезь, произошло минимум 4 дорожно-транспортных происшествия. По предварительной информации, причина всех аварий – гололен. В связи с резким изменением погодных условий, коммунальные службы и сотрудники госавтоинспекции работают в усиленном режиме, чтобы не допустить увеличения количества ДТП на территории региона. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть предельно внимательными на дороге. Инспекторы напоминают, что, согласно ПДД, водитель обязан учитывать дорожные и метеорологические условия и выбирать скорость движения, исходя из действующих ограничений и возможности полностью контролировать управляемость своего транспортного средства. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Выплачивать алименты на ребенка всегда обязан тот родитель, который отказался содержать его добровольно. Но часто возникает такая ситуация, когда человек не может и этих денег выплатить. Когда совокупный долг вырастает, в любой момент к делу могут подключиться судебные приставы. Житель региона решил, что может не выплачивать деньги на содержание ребенка. Теперь его долг составляет 615 тысяч рублей. К делу уже подключились судебные приставы УФССР России по Рязанской области. Так, в отделении по Сасовскому и Петелинскому районам возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов на содержание дочери-должника 2011 года рождения. Должник, зная о своей обязанности выплачивать алименты, не исполняет решение суда и уклоняется от уплаты средств на содержание детей. В связи с тем, что по месту регистрации, а именно в поселке Захарова Захаровского района, мужчина не проживает, по последнему известному месту жительства не установлен, связь с судебными приставами не выходит, по инициативе судебного пристава исполнителя он объявлен в розыск. Управление Федеральной службы судебных приставов просит граждан, обладающих информацией о местонахождении этого человека, сообщить в дежурную часть ведомства. В соответствии с федеральным законом 27 июня 2006 года под номером 152 о персональных данных судебные приставы исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия дужника. Управление Федеральной службы судебных приставов России Паризанской области рекомендует гражданам контролировать и своевременно оплачивать свои обязательства, а также регулярно проверять наличие в отношении себя исполнительных производств. Сделать это можно на сайте ведомства или через мобильное приложение. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Управление Росгвардии Паризанской области напоминает, что владельцы оружия обязаны соблюдать правила ношения, использования и хранения оружия по месту жительства, а также своевременно продлевать разрешения и лицензии на имеющееся оружие. Несоблюдение законодательства в сфере оборота оружия влечет за собой изъятие оружия, аннулирование разрешений на право его хранения и использования, а также административную и уголовную ответственность. За 2020 год было привлечено порядка 500 граждан за нарушение в сфере оборота оружия. Сотрудники изъяли более тысячи единиц гражданского оружия. Управление Росгвардии Паризанской области напоминает, что в связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой подавать заявления надо стараться посредством портала государственных услуг, а также получать наказанные услуги по предварительной записи от разделения к лицензионной разрешительной работы. А теперь к новостям недели. Середина ноября из года в год горячая пора для сотрудников МЧС, ведь после устоявшихся на неделе морозных дней и ночей на открытых водоемах встает лед. И каждый год находится немало желающих испытать его на прочность. МЧС неустанно предупреждает об опасностях такого поведения. Это кадры не прошлогодних катаний на льду. Сделаны они 17 ноября 2020 в селе Поляны. Только лед встал, дети сразу же вышли кататься. На такие кадры в социальной сети отреагировали сотрудники регионального МЧС. Государственные инспекторы по маломерным судам выехали на место. По приезду детей они не обнаружили и провели профилактическую работу с населением. К сожалению, это период наиболее опасный именно для детей, поскольку детей всегда интересует возможность покататься на льду и часто это закачивается трагедией. В недавнем прошлом такой случай уже был на территории Рыбинского района, когда две малолетние девочки, выйдя на лед небольшого строительного котлована, порвались под лед. К сожалению, это закончилось трагически. Сотрудники МЧС сейчас на лед выходить не рекомендуют. Безопасная толщина льда для прогулок это минимум 10 сантиметров. Подобные данные можно найти в интернете. В скором времени их будет публиковать региональный МЧС на своем сайте. Однако слепо бросаться на лед все равно не стоит. Главное управление МЧС России Паразанской области обращается в первую очередь к родителям, чтобы они разъяснили своим детям правила безопасного поведения. В настоящий период желательно категорически запретить выход детей на лед и игры вблизи водоемов. Дети должны знать об опасности выхода на лед. Также мы прогнозируем, что в ближайшие выходные возможен выход на лед рыбаков. Поэтому сотрудниками государственной инспекции по полномерным судам будет юридическое количество патрулирований с целью разъяснения и безопасности поведения. Специалисты Главного управления МЧС России Паразанской области рекомендуют не выходить на лед в одиночку. Рыбакам же советуют всегда брать с собой такие вещи, как самоспасатель или веревку, которые можно бросить провалившемуся под лед товарищу. Также необходимо постоянно проверять толщину льда при помощи рыбацкой пешни. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город. Ремонт Астраханского моста начался в октябре. О ходе самих работ рассказывали уже неоднократно, а о том, что удалось найти на этом месте, почти никто. Дело в том, что ремонт проходит по тщательным надзорам археологов. И за время работы уже нашли и предметы старины, и даже почти остов старого моста. Это единственный сохранившийся архивный проект первого моста через реку Лыбедь. Больше нет ни фотографий, ни рисунков. О том, каким он был в 18 веке, можно судить только по этому документу, проекту, через Э с твердым знаком на конце. Сейчас этот мост стал фактически священным граалем, который рязанские археологи и хотят найти. Однако основательно докопаться до него пока не получилось. Из-за наиболее интересных археологических находок я должен отметить отдельные участки старых кладок, которые сейчас, к сожалению, не видны. Частью они разобраны, частью пока скрыты в грунте, то есть обратно засыпаны. Мы их будем продолжать исследовать. Возможно, некоторые из них относятся к остаткам того самого искомого нами моста 18 века. Очень надеюсь их здесь выявить. Красная кладка кирпичей это большая часть тоннеля для протока Лыбеди. Археологи говорят, она построена в районе 1840 года, больше 170 лет назад. В слоях исторического грунта специалисты обнаружили предметы той эпохи, монетки и остатки вещей быта. Исследуют археологи и сам грунт, а точнее, его слои залегания. Определение последовательности залеганий всех исторических горизонтов говорит нам о том, как происходило хозяйственное освоение этой территории, как происходили этапы строительства. То есть, с какого уровня сооружался мост в 18 веке, с какого уровня сооружался последующий мост середины 19 столетия. Все эти горизонты мы можем зафиксировать здесь благодаря вертикальным срезам слоев. Василий Конов добавил, что скорее всего исследовать первый Астраханский мост вряд ли получится, как и пойму Лыбеди. Строители уже дошли до своих проектных отметок и глубже уходить пока не будут. Теперь все археологические слои, что называется, законсервируют до следующих работ. Они могут пройти как в ближайшие десятилетия, так и через полвека. Если, конечно, потомкам будет до этого дела. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания Город. Прошлый Новый год запомнился многим рязанцам. Парад Дедов Морозов, звезды шоу-бизнеса, которые развлекали горожан, а также множество арт-площадок для веселого времяпрепровождения. Казалось бы, весь реквизит остался и можно также масштабно встретить грядущий Новый год. Однако глава региона заявил, что новогодних гуляний в этот раз не намечается. Всему причиной является новая волна коронавирусной инфекции. Ситуация с распространением коронавируса в регионе пока ухудшается. Количество заболевших растет. В настоящее время в регионе болеет почти 3,5 тысячи человек. Около 500 из них в стационарах. Более половины заболевших это жители регионального центра. По последним данным места для заболевших в больницах ограничены. На данный момент оперативным штабом по рекомендации Роспотребнадзора решено принять еще ряд дополнительных мер. Все они направлены на защиту жизни и здоровья людей и на стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Уже к имеющимся ограничениям, таким как режим соблюдения самоизоляции, работы заведения общепита, соблюдение мер социальной дистанции и масочного режима добавятся новые. Они коснутся празднования Нового года. Это касается в первую очередь мероприятий, связанных с празднованием Нового года, в том числе елок для детей. Их в этом году проводить мы не должны, не будем. Но новогоднее оформление города Рязани, других наших городов и населенных пунктов никто не отменял. Оно должно быть. И все планы администрации муниципальных образований по этому поводу остаются в силе. Новогодние елки, иллюминации и другие праздничные украшения на улицах будут. Кроме катков их заливать не планируется пока по понятным абсолютно причинам, чтобы избежать именно скопления людей. Не рекомендовано также в этот раз устраивать новогодние корпоративы. Что касается работы школ, учебный процесс стартовал в прежнем режиме с 16 ноября. Детские сады также продолжают работать, как обычно. Кроме того, губернатор Рязанской области Николай Любимов делает упорно слаженную работу всех структур, которые могут повлиять на эпидемиологическую ситуацию в регионе. Большое внимание уделяется контролю за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте. Сейчас Росздравнадзором по Рязанской области также открыта горячая линия по вопросам наличия в аптечной сети лекарственных средств. Граждане могут получить информацию о наличии конкретных препаратов, рекомендованных для лечения коронавируса. Я уже дал поручение Министерству здравоохранения области обеспечить также неснижаемый запас лекарственных средств в больницах. По аптекам надо тоже поработать в этом отношении. Николай Любимов призвал уделять особое внимание готовности коечного фонда для пациентов с COVID-19. Вместе с тем уже назван регион нашей страны, где в данный момент объявлен тотальный карантин. Республика Бурятия. На две недели закрыли все предприятия торговли и общественного питания. До 30 ноября приостановлена работа всех торгово-развлекательных центров, кинотеатров, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов и саун. При этом открытыми остаются точки розничной торговли товарами первой необходимости общепита на территории предприятий и гостиниц, продовольственные магазины, аптеки, салоны связи. Такие строгие меры объясняются ростом заболеваемости, дефицитом лекарств и свободных коек в больницах. Для поддержки экономики бизнесу пообещали налоговые поблажки. Таким образом, даже отмена новогодних гуляний в нашем регионе не самое страшное, что может произойти. Остается следить, как встретит Новый год столица праздника Калуга и зажжется ли там новогодняя елка. Максим Васильев, Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом новости об ограничениях не закончились. Школы Рязани частично переходят на дистанционное обучение. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил губернатор региона. С 23 ноября по 6 декабря готовиться и отвечать удаленно начнут ученики 5-6 классов всех городских учебных заведений. С 7 по 20 декабря в интерактив уйдут с 7 по 10 классы. Такая мера, по словам Николая Любимова, вынужденная. Слишком велик рост заболевших. Ограничения введут и в других сегментах образовательной сферы. Первые морозы и промозглые ноябрьские дожди располагают к уютным домашним посиделкам с самыми близкими людьми и непременная составляющая таких вечеров чаепития. В России с чаем связано немало приятных традиций. Вспомним некоторые из них. Первые чайные ритуалы и традиции появились в России в конце 18 века в связи с появлением в стране привезенного из Индии и Китая листьев чайного кустарника. Эти традиции формировали два сословия дворянства и купечества. Крестьянам чай был недоступен из-за дороговизны. Дворяне предпочитали английскую чайную церемонию, безукоризненно сервированный стол, фарфоровые серфизы, молоко и сливки, сахар и утонченные разговоры о высоком. У купечества были свои чайные традиции. Стол с самоваром, варенье и мед, обилие выпечки, сушки, бублики, пироги и калачи. Всем известно, что калачи – это истинно русский хлеб, хлебобулочное изделие и даже немножко такой предмет все-таки, наверное, роскоши и побаловать себя. То есть, если хлеб ели ежедневно, ну, там, все к тому, кто калачит, такой была немножко больше праздничная история. Были калачные лавки, были калачники, которые ездили на таких тележках, продавали. Тертый калач – такое определение традиционное. Русская чайная выпечка несет из-за особого метода приготовления теста. Есть у калача ручка, за которую его держат. Съедают основную часть, а ручку нет. Отсюда выражение «дойти до ручки». То есть, до такого плачевного положения дел, когда приходится съедать даже ручку от калача. Основная часть калача, похожая на губы, тоже зародила расхожее выражение. Делается надрез и раскрывается. Раскатываем губу, а потом посыпаем его мукой, и чтобы они не слиплись, тогда они при выпечке раскроются. Получается, как будто бы две губы. Ручок такой. Есть мнение, что именно от этого пошло выражение раскатать губу и закатать. Тише, Машенька, не плачь, я куплю тебе калач. Известная всем поговорка, свидетельствующая о народной любви к этой выпечке, а также о том, что калач – это лакомство. Приготовленный по настоящему рецепту, тертый калач действительно невероятно вкусен, несмотря на кажущуюся простоту. Раскрываем так называемые губы, кладем сливочное масло, запиваем чаем. Наслаждение бессмысленно описывать словами. А вот были времена в России, когда про чай-то и не знали совсем ничего. Но зато у нас были свои традиционные напитки. Пили квас, сбитень, травяные настои, пили также копорский чай. На Западе его называли Иван-чаем. В наши дни, возвращаясь к истокам, люди все чаще вспоминают о напитке, который был до китайского чая любим на Руси. Иван-чай, он же кипрей, снова набирает популярность. Собрать самостоятельно, заготовить на зиму, составить сбор с земляникой или липой, с мятой или другими душистыми травами – настоящая магия, которая добавляет любому чайпитию душевности и волшебства. Напиток издревле был очень популярный и лечебный. В нем он и бодрость приносил, и болезни лечил. Чай не пил, какая сила, чай попил, куда девать. Или выпей чайку, забудешь тоску. Народные поговорки напоминают о бодрящих свойствах напитка. А в нашем городе и вовсе существует такое фольклорное выражение. У рязанцев свой зарок, кроме всякой пищи, утром чай, в обед чаек, вечером чаище. Спустя годы чай в любых видах остается объединяющим и согревающим душу напитком, вокруг которого у каждого человека, в каждой семье существуют собственные традиции и ритуалы. И чем больше маленьких деталей добавлять в ежедневное чаепитие, тем волшебнее эффект от, казалось бы, простого и привычного напитка. Марина Ковиссарова, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Имя Раисы Лысениной знакомо даже тем, кто далек от искусства. Ее аутентичные скульптуры украшают Лыбинский бульвар, приковывая заинтересованные взгляды и взрослых, и малышей. Ведь пройти мимо, не рассмотрев, не задумавшись, просто невозможно. Персональная выставка, которую открыли в Рязанском Кремле, приурочена к юбилею мастера. Тоже не оставит равнодушным ни одного посетителя. Первое ощущение от встречи со скульптурой Раисы Лысениной – удивление. Мастерски обрамляя природный материал, она кажется лишь несколькими деталями, легкими штрихами, наполняет то, что уже создано природой. И вот перед зрителем возникает образ. В творчестве Раисы Лысениной присутствует та мера условности, которая позволяет говорить о подлинности изобразительного искусства. Она не стремится к натурности, не стремится к похожести натуре. Она перерабатывает это сплавляет, причем работает с разными материалами, одинаково органично сплавляет дерево, камень, металл, используя какие-то дополнительные приемы. И в ее работах всегда чувствуется очень такое живое биение, пульс настоящего искусства. Среди экспонируемой мелкой пластики из танковой скульптуры творения двух последних десятилетий. Названия «Утро в деревне», «Лунные тени», «Святые Петры Февронии» и «Чудо о проросших деревцах» раскрывают замысел автора зрителю, наделяя оживающие на глазах образы собственной историей, мифом, который каждый домысливает самостоятельно. Ей удается воплощать то, ради чего художник работает вообще. Это чувства, какие-то воплощать, эмоции, какие-то ассоциации, переживания. И порой достаточно в абстрактных вещах они звучат у нее. То есть это говорит, насколько это внутренне живой, добрый, открытый человек. Отличительная черта скульптора Раисы Лысининой следовать за материалом. Увидев в камне птенца, Раиса Алексеевна оживляет его буквально несколькими штрихами. Другой камень извивается муреной, а на деревянных поленях проступают суровые древние лики. Еще одна характерная особенность – плетенные в образы этнические мотивы. Творчество скульптора органично пронизано национальным духом. Раиса Лысинина это часть Рязани, это ее душа, потому что действительно в ее работах, в ее творчестве очень ярко присутствует вот это народное начало. Она часть этой земли, часть нашей истории. И ее творчество очень связано именно вот с такими народными корнями, именно рязанскими, потому что очень близко и созвучно в целом рязанскому народному искусству. Немалую роль в восприятии выставки играет оформление. И здесь сотрудники Кремля под руководством самой Раисы Алексеевны создали очень необычное пространство, благодаря чему все экспонаты ожили, заиграли, объединились в единое целое. Здесь подача похоже на то, что я видел из-за границы в хороших галереях, то, что в Москве сейчас тоже не везде, а в хороших галереях, в хороших местах. Вот какой-то подобный уровень подачи произведений искусства. Поэтому все живет, все работает, и все это радует нас. В этих глубоко личных работах отточенное мастерство и убедительные образные решения и потребность поделиться чем-то важным, тем, что сама душа диктует мастерству. Поэтому и выставка получилась о чем-то незримом, нематериальном. О радости, об открытиях, об озарении, о моих душевных всплесках все из природы. Я ничего не придумаю. Вот оно, просто бери и делай. Постоянный непрекращающийся творческий поиск, о котором свидетельствует и эта выставка, обещает нам новые встречи с удивительным и невероятно живым искусством Раисы Лысениной. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В нашей полосе последний осенний месяц ассоциируется с промозглой и очень неуютной погодой. Прогнозы на выходные подтверждают эту закрепившуюся за ноябрем славу не самого комфортного месяца. Выходные будут пасмурными, легкий, приятный мороз и умеренный ветер. Кроме того, в субботу, 21 ноября, народ чествует архистратига Божьего Михаила, небесного воина «Грозу темных сил». Михайлов день в народе называли «михайловскими оттепелями» или «михайловскими грязями». Согласно приметам, 21 ноября непременно выглядывает солнце и поднимается температура на улице, даже если уже начались зимние заморозки. Температура днем минус 2, ночью до минус 3 градусов. Ближе к вечеру субботы ожидаются осадки в виде снега. Воскресенье начнется с отличного утра для полета на воздушном шаре. Температура утром будет минус 4 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. Погода испортится уже к вечеру в воскресенье. Температура опустится до минус 4 и ветер усилится. Слякоти, промозглая серая погода ждут рязанцев в течение всей последующей недели, сменив хрустальные солнечные дни. Следующая неделя начнется с потепления. Ожидается на всю неделю температура днем небольшой плюс, ночью небольшие заморозки. А понедельник начнется с сильного ветра 6 метров в секунду и с обильными осадками начнутся осадки утром со снега и закончат скорее всего дождем. Михайлов день всегда приходится на конец календарной осени. По погоде в это время судили о том, какой будет зима. Так что наблюдайте в выходные. Утренний иний к снежной зиме, а туман к теплой. День ясный, жди в скором времени трескучих морозов. Мокрый снег означает, что весна в следующем году выдастся дождливой. Если на елках мало шишек, а на дубах много желудей, зима будет теплой. Снегопад в этот день к снежной Пасхе. На этом у меня все. Больше новостей на сайте город62.тв, в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин